всем привет друзьям добро пожаловать на канал братья по играм сегодня хочу вам показать такую интересную необычную наверно как необычно подобного жанра конечно игры много существует но не все не все они достойны внимания мне кажется данный проект особо особо достоин внимания так как ну не знаю будет многим интересен потому что это в принципе наша жизнь и так игра называется 911 оператор попробуем попробуем с вами отыграть я прошел буквально там немного обучение скажем так примерно понял лозы и попробую до вас донести донести смысл возможно кому-то это будет интересно давайте наверное начнем с карьеры потому что принципе именно карьера дает нам возможность открыть все стороны данной игры так мы здесь уникальной ситуации есть повседневный режим но повседневные режимы разработчик обещает что он будет более тяжелым и советую для первого прохождения пойти для начала уникальной ситуации что мы и сделаем нам дается изначально небольшое городишко такое вот капуле капулей гавайский город население всего 15 тысяч 186 человек это на самом деле очень очень маленький городом то есть не должно быть вообще проблем у нас никаких мы можем также самостоятельно поставить другой кута городу 2 миллионник до чикаго чикаго альбукерка да альбукерки до стать нью-мексико то есть это просто все как бы докачивается с google карты генерируется в этой игре уже под свою игру вот поэтому можно там даже свой город закабанить сюда и спасать людей спасать какие-то ситуации критически убирать точнее в своем городе и так давайте попробуем да вот тут интересно в начале игры он тоже предложит изучить скажем так как себя вести в той или иной ситуации как спасти жизнь человеку а может быть даже себе тоже я думаю что будет интересно многим узнать так 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 подразделение значит нам дается что три экипажа полиции три экипажа скорой помощи называемый да и два экипажа у нас идут пожарных вот тут можно это все докупить если вы хотите расшириться скажем тогда сотрудников набрать естественно каждый стоит там недешево нам отначально дается по 10 тысяч ну вот видим мы здесь полицейским даны по пистолету можно внимательно потом посмотреть изучить попробовать по пистолету я предлагаю в принципе изначально сразу в снаряжении добрать до братья полиции бронежилеты потому что получится так что скорее всего какие-то ситуации возникнут и просто-напросто полиции получит ранения после ранения на на определенное количество времени они уходят у нас как бы это правильно сказать на отдых на лечение восстановление сил то есть вам придется либо с неполным экипажем есть то бывает что за за дежурство может пострадать ни один не два может быть там чуть ли не не все полицейские могут пострадать посему вам придется покупать точнее надо брать на работу вам придется брать на работу новых сотрудников а это в принципе достаточно дорогое довольствие напоминаю этот сотрудник примерно стоит даже посмотрим давайте сотрудники стоят нас по 2000 долларов а если вы проведете учитывая то что дежурство было проведено не очень удачно там штрафы все остальное то и вы потратите все деньги на все остальное на зарплату имею ввиду вот здесь также мы смотрим можно экипажи более-менее равномерно расположить да вот мы смотрим например по званием до звание конечно здесь так она немножко абстрактно написано максимально то что как меткость вождения эффективность подозреваемых кпд ранения тяжелое ранение пожар технические работы нам интересно здесь принципе что меткость и вождение поэтому в принципе со званием опять же тоже как-то лучше перемешать так чтобы они были более-менее одинаковые так но из вождение 98 пацанчика в принципе 94 давайте его я так думаю что мне кажется первое это водитель скорее всего мне кажется хотя может я ошибаюсь на как-то берется от большего это одинаковые но это вроде как видите звание не очень я поэтому сюда и поставил двоих эти опытные два бойца вот дамочка .ру бэлла лопес более высокое звание по сравнению с курсантом поэтому я и в паре с ней поставил ну это такое дело в общем что касается техники можно докупать машины со временем машин тоже стоит скорая помощь и полиция стоит по 50000 пожарная машина стоит 80000 ну достаточно дорогое удовольствие потому что обычно где-то за дежурство вы максимум сможете заработать не знает 30000 40 но в лучшем случае там до 50 до 50 редко то есть такого я еще не видел по крайней мере посему посему давайте мы обойдемся минимум можем еще конечно добрать снаряжение до снаряжения можем аптечки вот взять аптечка ускоряет процесс заживления раны может быть использована любым сотрудникам вот принципе медика мы можем еще тоже дешево удовольствие по 3000 ахаха нам на них даже денег не хватит ребята так что медики будут работать у нас своими силами друзья посему посему давайте наверное начнем развертывание она здесь так называется то есть вступление в дежурство называется развертывание интересно 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 почему-то у меня экипаж на самом деле было три а выставили мне два но такое дело такое дело друзья тут скорее всего мне кажется наверное они так перемещаем сюда скоро помощь по центре ну и пожарочку я думаю тоже есть смысл наверно переместить более ближе к центру потому что потому что а у нас две машины оба на вы поняли друзья на самом деле тут как бы по 2 это просто не наложились так значит где то здесь еще стоит еще стоит еще одна так 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 значит берем распределяем тоже тоже по разным сторонам пытаемся распределить в принципе наверно куда-то сюда давайте медика вот так и оставим так и оставим давайте развертывание у нас прошло успешно теперь давайте начать дежурством пробуем есть также вот стоп видите когда поступает какое-то например новое происшествие для начала я бы вам рекомендовал переводить вообще в режим паузу для того чтобы спокойно без суеты разобраться что здесь произошло здесь у нас проезд на красный был зафиксирован проезд на красный свет требуется мешать на полиции подозреваемый один человек но в принципе это на самом деле не опасное какое такое происшествие просто нужно просто нужно среагировать вот отправили машину можно убрать в ожидании чтобы она не мешалась нам и ускорить до следующего какого-то какой-то ситуацию ситуация можно снова сделать паузу либо в обычный режим чтобы потихоньку все шло в реальном времени а сами можем посмотреть что здесь происходит данный момент наводим на полицейского смотрим с кем они взаимодействуют читаем что ситуация разрешится через 37 секунд грубо оговорение вопрос решаются штрафом 37 секунд после этого машина будет снова свободна и доступна для дальнейших действий переводим в режим ожиданиям и давайте снова ускорим что время не тянуть как говорится то попробуем так вот опять так пожар кстати да удачник мою машину расположили смотрим так владелец кота сообщил что питомец не в состоянии сам слезть из дерева требуется пожарная помощь техническая работа но у нас видите друзья у нас машины только пожарные только пожарные машины к сожалению там вроде как я не знаю или они будут не будут оно вообще должно разделяться на пожарные на техническое обслуживание то есть спасатель универсальный если есть чисто пожарные но здесь только пожарные поэтому нажимаем левой кнопочкой на на ситуацию в ожидании ответе полицейская машина в это время здесь уже провела фиксацию и выписали штраф товарищи после этого мы можем подтянуть например куда-то сюда и поближе чтобы она перешла в режим ожидании точно будет здесь контролировать хочу ближе перетянуть одну машину карету скорой помощи да так называемая так в принципе можно снова а вот звонок 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 здравствуйте мне нужна помощь она горит ну и спрашиваем прошу прощения что именно горит пришли пожарную команду прошу вас давайте более выясним подробно потому что просто так машину послать нет смысла за это нам могут еще и штраф записать хорошо вам пожалуйста успокойтесь что именно горит да моя машина из под капота идет дым пришлите пожарных ну тут нужно на самом деле протреагировать правильно то есть сначала нужно чтобы женщина покинула машину вы должны выйти из машины хорошо так все покинули спрашиваем кто не пострадал нет никто пришлите вы же помощи или нет нужно рекомендовать чтобы женщина потушила самостоятельно огонь вы пытались потушить огонь сама нет используйте огнедушитель подойти багажнику своей машины достать огнедушитель и выдернете чеку ладно иду теперь прошу с потяните за рычаг под рулем так вы откроете капот затем направьте струю из огнетушителя над двигателем получилось огонь потух я вызову эвакуатор спасибо пожалуйста вот то есть видите есть такие ситуации которые можно разрешить именно в телефонном режиме тем самым мы полупал повысим репутацию и сэкономим время наших сотрудников для того чтобы они могли выполнять реальные дела то есть когда видео женщина написала что все огонь потушила все отлично я вызову эвакуатор вот после этого видео у нас репутация единичка сейчас я нажму что игнорировать и у нас репутация сразу в троечку повысилась с плюсом со знаками то есть мы значит сделали все правильно так следующая ситуация новое происшествие какое-то у нас вот машина мешает проезду машину оставили дороге она мешает требуется пожарная помощь технические работы то есть машину кто-то оставил где-то я не знаю там она блокирует проезд соответственно у нас которая котика снимала машинка да она уже в принципе может такое она уже может выдвинуться до того чтобы вы провести эвакуацию так вот эту пожарную машину мы можем принципе сместить чуть наверное пониже мне кажется на случай если вдруг что-то произойдет и снова делаем ускорение так паузу нажимаем если нажимаю паузу можно конечно обычно режим пробовать но я пока еще недостаточно быстро реагирую на ситуацию посему посему так употребление алкоголя в общественном месте группа людей выпивает в общественном месте требуется вмешательство полиции подозреваемых 2 как бы в принципе не очень опасная но вызываем полицейскую машину направляем точнее экипаж пробуем пробуем скажу вам честно ребят на самом деле игра затягивает затягивает несмотря на ее простоту как только вы попробуйте ее а если еще есть люди которые любят погружаться именно в атмосферу да как это все происходит проникнуться она вас просто затянет по крайней мере несколько дней конечно там очень много однообразных какие-то ситуации возникает у нас да но тем не менее затягивают что не говорит друзья но игра затягивает особенно интересно слушать когда будет ситуации вам будут приходить звонки и именно слышать интонацию голоса эмоции людей которые будут с вами говорить по телефону да это будет особо интересно какая-то это он подростки по ходу подросток девушка то есть они видим что они безоружные без всего полицейские просто вот с ними сейчас решает вопрос после этого штрафу и скорее всего их и надо закончится все будет хорошо давайте ускорим опять же видите город маленький поэтому машины которые экипажа у нас сейчас работают этой с головой хватает с головой тут можно было уменьшить два раза то есть две машины полицейских две скорой помощи одна пожарка она бы то справлялась в принципе без потерь так серьезное отравление отравление неизвестными веществами тяжелая диарея и рвота требуется медицинская помощь пострадавший один один человеком бытовуха какая-то то есть что-то ему плохо направляем скорую помощь одну снова делаем ускорее в режим ожидания тут они самостоятельно встретил бы сейчас даже посмотрим какой-то мужчина они его принципе вот я хотела бы заказать большую папироне с двойным сыром пожалуйста что-то не то простите вы звоните в 911 да я знаю а еще две баночки газировки мэм у вас чрезвычайная ситуация да конечно то есть видите она под угрозой какой-то и вот она вынуждена косить как будто на заказывать его мой пиво говорю заказывать пиццу и вы не можете напрямую искать потому что рядом с вами кто-то есть да именно сразу давайте да пожалуйста в доме есть оружие да ну то есть у нас ведь высветился вот этот вот режим сразу в это время пока разговариваем отправляем политическую машину вы можете остаться со мной на линии спасибо надеюсь вы скоро вот и все в принципе вооруженный на вооруженочку кстати вам скажу можно отправить и двоих так вот давайте пока такая ситуация параллельно еще какая-то ситуация возникла передозировка человек накачался наркотиками находится в критическом состоянии требуется медицинской помощи один пострадавший вот та очень часто кстати у вас будет встречаться передозировки на так называемые давайте сместим сюда так машины поехали давайте ускорим пока ничего такого нету опасного сейчас подъед вот на вызов которым мы разговаривали с девушкой которая заказывала якобы пиццу один вооруженный человек видите она пострадавшая сейчас полиция с ним начинает работать то есть с пистолетом параллельно сразу можно выслать туда же машину скорой помощи для того чтобы после того как полиция разберется да с ними оказать первую медицинскую помощь давайте немного ускорим посмотрим так стоп это сообщение еще раз появилась вот водитель съехал дороги и врезался другой автомобиль требуется минская помощь пострадавший один требуется пожарная помощь масштабный тех работы отправляем техничку и отправляем медиков так здесь на что передозировкой принципе уже практически решился вопрос сейчас они и вот они видите забрали ее сейчас они везут ее в больничку повезут так здесь у нас уже две машины все они уже упаковали видите в одной машине опять сидит чельчик парниша с пистолетом а девушки сейчас оказывают первую медицинскую помощь полиция как бы теоретически может оказать но это будет дольше времени уходить тем более все равно скорее всего нужно будет забрать у госпитализировать человека так давайте ускоряем 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 пока ничего такого нету так стоп приехали вот женщина понятно подъезжает в принципе у нас так что у вас случилось я застрял под машиной твою медь смотрите походу я потерял его не знаю тут адрес пингуется какой-то принципе был зафиксирован проезд на красный свет вот еще один чельчик который зафиксировал проезд на красный цвет надо его перехватить а вот значит сюда нужно тоже послать техничку сразу и послать медиков ну а эту машину мы послали экипаж машины послали вот это точнее на перехват нарушителем этот сделал свою работу его можно подтянуть поближе куда-то сюда на вот еще нам требуется один человек упал в обморок причина неизвестна тоже нужно по идее срочно отправить такой приятный знаете фоновый фоновый разговор то есть операторов экипажей мир в собой сообщение информации музыку и отключу просто она монотонная тоже принципе поначалу вроде ничего так вот мы отправляем обратно скорее всего я поступил сообщение об оборбанных проводах возможно не представляет опасность для горожан так что случилось и если вы не можете говорить нажмите пожалуйста любую цифру на вашем телефоне повесить трубку перезвонить ну возможно человек просто случайно как-то набрал знаете алло сэр здравствуйте с вашего номера поступил вызов 91 у вас есть что-то произошло ох прошу прощения там мой телефон видимо случайно набрал ваш номер ах засранец он такое время наше тратит сэр у вас чрезвычайная ситуация нет хорошо заблокируйте пожалуйста телефон убедитесь что вы случайным повтором не наберете 911 таким образом вы не будете занимать линию для важных звонков конечно извините вот звонок завершён опять смотрим видите у нас репутация 18 игнорировать то есть нам два очка репутации добавили то есть вы правильно поступили в данной ситуации то есть все хорошо так чё к этой ситуации вот сделаем паузу может что маленьком не успеваю ориентироваться так известный террорист поступило сообщение замечен человек похожий на известного террориста требуется вмешательства полиции подозреваемых два человека в такой ситуации когда террористы конечно лучше отправлять две машины то есть чтобы преимущество было двойное потому что террористы обычно вооружены бывает даже вооружены лучше чем полиция если полиция в данный момент вас имеет только пистолеты то враг может иметь и дробовики и автоматы автоматическое какое-то оружие поэтому не стоит недооценивать друзьям так эту машину можно сразу подтянуть поближе куда-то наверное пока экипажа заняты здесь у нас доезжают а вот еще чувака придавила значит к ускорим вот так вот теперь так медиков нужно сделать чтобы они спасали тела а эти а то есть получается пока самое они видеть не отодвинут они даже не могут помочь человеку пока не отодвинуть его машину двери ситуация решается машина помеха так а здесь у нас здесь у нас она понятно человеку плохо парт скорее всего раз он не мог дышать что упал здесь у нас на тут тоже машину просто не отодвигают давайте ускорим пока посмотрим так что у нас этих с террористом это у нас закончилось оказала помощь машину сразу подтягиваем у брата что времени тратить террориста вода террорист имеет ого одного не раненом соли наши наш офицер тоже ранен виде вот получает уже после дежурства мы потеряем от того бойца в принципе все я так понял они справились как бы все окажут первую помощь после этого пакует скорее всего и можем подтянуть сюда этих медиков чтобы быстрее все произошло пожарную машину тоже можно поближе отправить эту машину тоже сюда поближе ускоряем так режим ожидания переводим так делаем паузу что у нас произошло а перелом человек упал и получил перелом отлично каретку скорой помощи стоп она уйдет сюда ладно мы отправим ее сюда а этого он забрал там бандитов похоже да нет а мы отправим а эту машину отправим сюда чтобы быстрее все происходило у нас наверное давайте пока ускорим пока все у нас под контролем что-то тут еще произошло так поступило сообщение об обворованных абор обворованных слышитаю оборванных проводах возможно они переставляют представляют опасность для горожан опять же где-то столб упал ну что опять пожарочка отправляем опять отправляем пожарочку здесь вот у человека с перелом спасаем здесь тоже 2 бандита пить и скорая помощь забрала отвозит 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 пока все под контролем опять же ускоряем время ускоряем время наблюдаем в принципе походу это на друзья был последний наш вызов потому что видите провода мы сейчас исправим все нормально делаем все вот и все то есть мой в принципе не допустили ошибки кроме того что получил сотрудник ранения но от ранения в данной ситуации мы и так усилили двукратное преимущество предоставили нашим сотрудникам об обезвреживании террористов но это такое дело здесь рандом срабатывать скорее всего и и жилеты у моих людей были вроде как офицеры с младшими работали ведь вот младший получил ранение а в итоге у нас в тюрьме 1 получили штраф 4 госпитализирована 7 но ведь и бандитов включили как не в тюрьме а госпитализацию погибла 0 вылечено получили помощь 9 репутация 39 как я и говорил базовый доход составил у нас 5000 премия 34 500 штраф мы собрали 3 400 зарплаты 3 863 эти общая прибыль составил 39000 то есть даже как я говорил на машину не хватит одного удачного дежурства но это не всегда бывает вы будете допускать ошибки потому что какие-то не успели где-то неправильно среагировали посему друзья игра все-таки я думаю что требу требует определенное внимание ну и на первых парах просто нужно делать паузу для того чтобы правильно среагировать на ситуацию в общем что игра в принципе мне кажется интересная в нее можно поиграть конечно долго в нем там недели месяцами играть наверное надоест но периодически коротать вечерочек да и пытаться почувствовать себя в роли спасатели 911 спасатель оператора спасатель оператора 9 я думаю что будет весело и интересно посидеть друзьями поиграть так что я в принципе данную игру рекомендую попробуйте друзьям всем удачи вы были на канале братья по играм всем всего самого наилучшего до новых встреч всем пока